Сезон у Тульского Арсенала завершился и наша программа продолжает подводить итоги этого замечательного сезона. Мы уже выбрали лучший гол, на следующей неделе в нашей группе стартует голосование за лучшего игрока сезона, а сейчас настало время статистики. Кто согласно цифрам стал лучшим, расследовал наш специальный корреспондент Захар Исполимов, который почитал все удары, голевые моменты и конечно всеми любимые ТТД игроков Тульского Арсенала. О чем он вам сейчас и расскажет в нашем следующем сюжете. Дебютный сезон, судя по результату, Тулики провели на пятерку. Главная цель достигнута, а по многим статистическим показателям игроки Арсенала вошли своих оппонентов. Взять хотя бы общее количество голов и количество сухих матчей. Бессменный капитан Тульского клуба, вечно молодой Александр Филимонов, провел в этом сезоне 30 матчей, половину из которых отстоял на ноль. Тульский вратарь отлично спотрелся на выходах и зачастую начинал атаки своей команды. Согласно статистике, вратарь Канониров выигрывает почти каждый выход из своих ворот. Об этом говорят и цифры. 82 выхода, из которых 75 удачных. Согласитесь, это отличный показатель. За 2814 минут, проведенных на поле, Филимонов совершил 17 сейвов и отразил 101 удар. По этому показателю Александр находятся пятерки лучших вратарей лиги. Пятерки лучших Филимонов и по количеству желтых карточек. У него их 4. Такой же показатель имеют вратарей Ангушта, Балтики, Луча и Енисея. Быть может без этих четырех карточек Филимонов провел бы на матч больше. Два других соратника Александра, вратарей Сергей Котов и Максим Кликин, имеют тоже неплохие показатели. Оба они провели по две игры. Котов пропустил два мяча в домашних встречах с Динамо и Балтикой. Кликину удалось отстоять даже матч на ноль, но всю статистику смазал провальный матч в Ярославле, где команда пропустила сразу пять мячей. А если говорить в целом, у Филимонова есть достойная замена в лице двух добротных вратарей, которым нужно получать больше игровой практики. Тульский Арсенал и его тренерский штаб в этом сезоне удивили многих соперников, непривычной для первой дивизиона игровой схемой с тремя защитниками. Главным ее плюсом стала остро атакующая игра и дополнительный футболист в центральной оси, который отвечал бы и за оборону, и за атаку. Правда, чтобы эта схема начала давать результат, нашим ребятам пришлось серьезно потрудиться. Четверка наших защитников в этом сезоне играла буквально на износ. Получивший еще в начале сезона травму, Игорь Калешин сумел восстановиться лишь ко второй части чемпионата. Так Оленчев потерял возможность для маневра. Сухарев и Ершов прошли сезон на одном дыхании, почти без замен, о чем говорят и цифры. Небольшую передышку получали лишь Денисов и Лазенков, которые и меняли друг друга на позиции центральных защитников. Но даже в таких сложных условиях оборона туляков демонстрировала отличные цифры. Средний процент выигранных единоборств наших защитников 60. Лучшим среди всех стал Игорь Калешин, который, восстановившись, заметно добавил надежности в оборонительных действиях. Особенно Игорю удалась игра на втором этаже. Из 70 дуэлей вверху он выходил победителем в 54. Умение играть на перехватах – важные критерии в игре защитника. Лучшим по этому показателю стал Иван Ершов. У него 151 удачное действие. Чаще всех в арсенале фалил Сергей Сухарев. У него и самый большой в команде показатель по желтым карточкам. Однако за 30 матчей он получил 4 горчичника. Согласитесь, для крайнего защитника это не так уж много. Помимо своих прямых обязанностей, оборона Туряков неплохо действовала в атаке. Иван Ершов за сезон сделал две голевые передачи. Калешин сумел забить ротору, а Сухарев стабильно нагружал штрафную гостей опасными передачами. На помощь обороне приходили опорные полузащитники Ляг, Смирнов, Макаренко. Тройка россиян чаще в этом году помогала именно защитникам. Отборы перехвата и фалы – каждый из вышеперечисленных сумел отличиться по этим показателям. Но нередко им удавалось помогать команде в атаке, забивая и снабжая форвардов передачами. На троих футболисты сделали 8 голевых передач и забили 5 мячей. Тасманский дьявол Младен Кашчелан чаще остальных вступал в единоборство, но не всегда удачно. Общий показатель составил 51%. Черногорский опорник стал связующим звеном между атакой и обороной. Почти 70% атак Туряков начинались как раз с передач Младена. Однако голевой передачи ему отличиться не удалось. Полузащитник Канониров не без оснований считается самым жестким футболистом ФНЛ. 11 желтых карточек и 89 фаллов в 29 играх. Доставалось ему от соперников, на нем свалили 55 раз. Однако главной линией в триумфе Арсенала стала полузащита. По ходу чемпионата в компанию к Лепскому, Сергееву и Шилову добавились Игнатьев, Кузнецов и Рыжков. В дальнейшем они стали законодателями атакующей игры Турского клуба. Лепский и Игнатьев разгоняли атаки Канониров на флангах, а Рыжков и Кузнецов дирижировали атаками из центра поля. Игнатьев провел, пожалуй, лучший сезон в своей карьере. В итоге по системе гол плюс пас, показателем 14, Сергей занял третье место. Такой результат и у Владислава Рыжкова, который чаще остальных делал передачи на гол. Лепский наряду с Игнатьевым чаще остальных делали в тульской команде обостряющие передачи в штрафную площадь. К слову сказать, Максим стал самым техничным среди всех полузащитников тульского клуба. На его счету 60 удачных обводок, 60 перехватов и 157 подборов. Самым ярким подтверждением эффективности работы нашей полузащиты на протяжении сезона стал показатель техника тактических действий и общий индекс полезности, который дает компания «Инстант». Показатели полезности у квартета тульских полузащитников переваливают за 60%, а общая оценка не падает ниже 120. Самое вкусное мы решили оставить напоследок. Из 62 забитых мячей подопечными Дмитрия Ренчева 37 забили форварды. Главный голеатор Кананиров Александр Кутьин 19 раз огорчал вратарей соперника. При этом он не скупился на голевые передачи, которых набралось аж 6 штук. В среднем каждый четвертый удар форварда Арсенала заканчивался попаданием в цель. Большинство из них были сделаны на уже ушедшего из тульского клуба Евгения Савина, забившего 9 мячей. Трудяга Сергей Маслов не так часто радовал нас забитыми мячами, однако именно его удары стали решающими в поединках с Нальчиком и Нефтехимиком. Как всегда роль Джокера выполнял Ленат Тимохин, однако по сравнению с прошлым сезоном ФНЛ у него не все получалось. По весне в клуб приехал Алексей Базанов, который не только сумел забить 3 мяча, но сполна заменил ушедшего в луч Савина. Таковы цифры этого сезона в исполнении туляков. Арсенал своей игрой в этом году лишний раз доказал, что даже не обладая супер игроками, можно не только демонстрировать добротную игру, но и показывать высокие результаты. Уверены в следующем сезоне мы увидим цифры, которые нас обрадуют. Редактор субтитров А.Семкин